В сообществе программистов и не только часто возникают споры. Что же лучше, Windows или Linux? И сегодня я решил в этом разобраться. Причем мы обсудим, что лучше как для программиста, так и для обычного пользователя. Приветствую на моем канале, меня зовут Денис и тут говорят о программировании. Ну и как выяснилось, не только. Поехали. Итак, цель сегодняшнего моего видео не только рассказать, почему та или иная система лучше, но и узнать ваше мнение об этом. Предлагаю прямо сейчас, прежде чем ты приступишь к просмотру, поставить видео на паузу, перейти в комменты и написать, как ты думаешь, что лучше, Windows или Linux? А также, что выбираешь ты и почему? Ну а теперь, когда ты написал, я предлагаю тебе почитать, что думают зрители моего телеграм-канала, которых я спросил на тему этого видео, и они настрочили больше 50 комментариев. Кстати, если хочешь тоже участвовать в таких дискуссиях и опросах, то переходи по ссылке в описании и подписывайся на мой телеграм. Там я пущу всякие мемы, лайв-посты и свое мнение на различные события мира IT. Ну а мы перейдем к комментам. Вот самые интересные из них. Windows – самая популярная система, которая есть у каждого дома и всегда есть люди, готовые с ней работать и выпускать под нее много приложений. Linux – же система в основном не для дома. Она высоко оптимизирована, потребляет намного меньше ресурсов, чем Windows. Короче, идеально для серверов. Linux хорошо защищен, и при этом его можно кастомизировать, так как удобно тебе. К тому же из-за низких требований он будет работать на любом чайнике или флешке. Короче, Linux создан программистами для программистов, и у Linux открытый исходный код, так что санкций не будет. Поэтому не задумываясь берем его. Кстати, консоль чуть-чуть поможет в жизни. Я сторонник разработки на Linux, так как код удобно тестировать, ведь он тоже будет исполняться в Linux, если мы говорим про серверную разработку, хотя тоже есть исключения. Также в шестом ядре Linux уже есть куча драйверов из коробки, и с большой вероятностью какой-нибудь Arch сможет встать на ваш ноут без особых проблем, проблемы будут после. Но все это не отменяет принципы Linux создан, чтобы его настраивать. Из этого и вытекает, что для широкого потребителя Linux еще не готов. Юзверь не будет настраивать систему. Скорее он ее будет убивать, так как, не имея головы, Linux убить изнутри проще, чем шиндовс. Также большую часть настроек нужно вносить либо через терминал, коего очень боятся обычные пользователи, или через, как часто бывает, убогий интерфейс. Что ж, спасибо всем за комменты, было крайне интересно почитать. Ну а теперь давай разбираться, правду ли они говорят. Итак, операционная система Windows была создана в 1985 году, как проприетарная операционная система, ориентированная на пользователя. Microsoft была одной из первых компаний, которая внедрила графический интерфейс в операционную систему компьютера, сделав первый шаги к тому, чтобы компьютеры стали активно и массово использоваться для различных задач, и не требовали знаний программирования в использовании. Можно понимать, что Microsoft были не первыми и не последними, кто создал графический интерфейс OS. Но Windows быстро набрала популярность, благодаря во многом революционным для того времени подходам к взаимодействию с пользователем. Ну а дальше закон капитализма. Если что-то хорошо продается, то надо это улучшить и продать еще раз. Так появилось Windows 95, XP, Vista и остальные продукты, которые мы сейчас знаем. Графический интерфейс улучшался, количество задач, решаемых компьютером, росло вместе с количеством программ на операционную систему. Но этот рост сопровождался также и появлением первых проблем. Во-первых, система все больше и больше начинала следить за своим пользователем. Сначала появились службы, помогающие улучшать систему. Например, они отслеживали, какие настройки выставлены, куда чаще всего нажимает пользователь и какими программами пользуются. Это не проблема. Проблемы начались с появлением активной интернет-рекламы и появлением служб таргетирования. Они отслеживали, что пользователь ищет, чем пользуется и даже о чем разговаривает. Представь на секунду, что тебя прослушивают 24 на 7 даже тогда, когда компьютер выключен. И это реальность, в которой мы с вами живем. Чтобы меня не притянули за это, скажу также, что это не доказано и вообще все это теории. Они не имеют официального подтверждения. Хотя еще бы они это официально подтвердили. Я не так сильно разбираюсь в проблеме конфиденциальности пользователя, но я обратился к специалисту, автору телеграм-канала Blackland. Ссылка, если что, в описании. Ну и, разумеется, он пожелал остаться инкогнито. Windows имеет доступ ко всему оборудованию. Без включения сторонних программ, трафик уходит в корпорацию зла Microsoft и дружественной ей. В лицензионном соглашении написано, что принимая условия насытающего соглашения и используя программное обеспечение, вы соглашаетесь с тем, что Microsoft может собирать, использовать и раскрывать сведения о вас. Также продукты данной корпорации являются проприетарными, то бишь, вы не можете открыть исходный код проекта, подкорректировать и скомпилировать бинарник. По этой же причине, проприетарные, у них соподобные, ОС, тоже говно. Яркий пример, слежка за пользователями яблочко. Браузер Edge использует следящий бин по умолчанию. Как вы можете говорить о безопасности вашей системы, если вы не знаете, что включено в бесплатные дни в сборке. Винда более распространена, на нее больше вирусов и уязвимостей. Вторая проблема – редкие обновления винды. Итак, у нас минутка путешествия прямиком в 90-е вместе с Microsoft Windows. Кликаем правой кнопкой по пуску, выбираем управление дисками и поздравляю, вы прибыли в пункт назначения. Это не одно устаревшее окно. Планировщик задач, мониторинг ресурсов, просмотры событий и другие окна, которые не обновлялись буквально десятилетиями. На самом деле про обновление винды вообще можно говорить вечно. Вот я вроде недоволен, что они редко появляются, да? А когда они появляются, то кажется, что лучше бы их еще столько же не было. Устанавливаются они долго, потом возникают баги, лаги, слетают настройки и тому подобное. И насколько я знаю, в Windows 11 эта проблема до сих пор не решена. Еще один минус – это настраиваемость. Хотя, погодите-ка, какая настраиваемость? Ее просто не существует. Чтобы сделать хоть сколько-нибудь настраиваемый интерфейс, придется скачать кучу дополнительного софта, типа Rainmetro или Wallpaper Engine, а без них ты сможешь разве что настроить цвет окон и масштаб, который, кстати говоря, еще применяется не везде, а только в более новых разделах системы. Таких минусов достаточно много. Куда ни сунься, везде какие-то проблемы, и именно тут на первый план выходит Linux. Linux задумывался и до сих пор остается системой без графической оболочки. Все манипуляции производятся через консоль, встроенную в систему. Также Linux, в отличие от винды, это система с полностью открытым исходным кодом. Это означает, что ты прямо сейчас можешь пойти по ссылке в описании и подписаться на мой телеграм. Стоп, не то, я имел в виду, что по ссылке в описании ты можешь найти репозиторию Linux на гитхабе и посмотреть, из чего он сделан, как реализован и как работает. Незаметно следить за пользователем, как в Windows, уже не получится. Да и любой может добавить или изменить исходный код под свои нужды. Но тут вы можете сказать, как вообще сравнить систему без интерфейса с Windows, который создавался для обычного пользователя. А Linux получается только для программистов и задротов? Нет, именно для массового пользователя комьюнити придумала систему дистрибутивов. Дистрибутив — это система, написанная поверх ядра Linux, зачастую как раз и добавляющая графическую оболочку. Яркий пример графических дистрибутивов Linux — это Linux Ubuntu, Garuda, Arch Linux или, например, Android, который тоже на самом деле является переделанным Linux. Сейчас у вас на экране уже как минуту появляются скриншоты интерфейса этих систем. И, как видите, он реально разнообразен. Можно сказать, на любой вкус и цвет. И тут ярко видно преимущество Linux над Windows. Он максимально настраиваемый. Настроить можно почти все, начиная от цветостроки состояния до длительности анимации сворачивания окон. Вдобавок, если ты программист, то разработка во многом проще на Linux. Вот, например, Android-разработка. Как я уже сказал, Android — это дистрибутив Linux. А значит, что? Правильно, эмуляторы Android работают быстрее и лучше, чем на винде. Ну и в целом, Linux становится все более и более популярным. Он развивается, и все больше компаний создают Linux-версию своих программ. Обновления довольно частые, устанавливаются зачастую без выхода из системы. Любые Windows-вирусы на Linux будут представлять из себя кучку безобидных файлов. А взломать запароленный Linux — это целая история. Вдобавок, система, которая не следит за каждым твоим действием, как оказалось, еще и быстрее работает и потребляет меньше ресурсов системы. А, кстати, винда еще платная. Вот. И вот, казалось бы, ну что может быть лучше Linux? Почему все до сих пор сидят на этом проприетарном Windows-говнище? Срочно распространить этот ролик, чтобы все узнали и перестали пользоваться этим хламом, перейдя уже на наш советский Linux. А погоди-ка. Нет, распространение ролика — это, конечно, очень хорошая идея. Но вот так ли Linux идеален? И способен ли он полностью заменить винду? Тут стоит сказать, что я уже давно являюсь пользователем Linux-а на своем ноутбуке. Но вот на домашний компьютер все никак не решаюсь его поставить. Точнее, где-то месяца три назад я решился. И через пару дней установил обратно винду. Но почему? Все дело в том, что, как принято говорить в комьюнити Линукса, все вышеописанные плюсы линукса работают только до момента, пока ты начинаешь этим линуксом пользоваться. Вот возьмем мы обычного пользователя Валеру. Валера работает смену на заводе, а потом любит прийти и поиграть в танки на своем компьютере. Посмотрел он начало моего видео и теперь хочет установить себе Linux. Чтобы реализовать для себя все преимущества Linux-системы, придется, во-первых, потратить довольно много времени в настройках системы, посмотреть, как будет лучше для тебя, попробовать, потестить. Также придется с нуля учиться устанавливать программы, потому что устанавливаются они либо через встроенный менеджер, либо через специальный исполняемый файл, тип которого варьируется от дистрибутива к дистрибутиву. Вдобавок, один из главных минусов красивых линуксов – это баги интерфейса. Настроить ты, конечно, настроишь, но вот работать это все, если и будет, то не всегда так, как хочется. Что касается игр, работают на линуксе далеко не все, а лишь те, которые адаптированы под него. То же касается и обычных программ. Да, есть эмуляторы. Эмуляторы – это специальная программа, которые вроде как позволяют запускать все игры и программы, которые запускаются на винде, но на деле далеко не все. И стабильность их работы оставляет желать лучшего. Также не стоит забывать, что эмулятор надо установить и настроить, а настройка зачастую производится через консоль. Ну и что выберет Валера? Вы думаете, он будет тратить время на всю эту настройку? Да сядет Валера на винду и будет дальше спокойно катать в танчике. Ведь пока он все это настроит, он успеет 20 боев скатать. Если мы возьмем пользователя как программиста, то тут история уже обратная. Многим нравится сама идея такой глубокой настройки и полазить по системе они любят. Опять же, я упомянул, что многие IDE и инструменты на линуксе работают лучше. Для многих разработчиков важна также скорость сборки проектов, скорость запуска и тестирования. И вот все это на линуксе будет гораздо быстрее. Но почему же тогда я удалил линукс? Я же вроде сказал, что прогерам он удобен. Ну а я ведь, как вы знаете, не только прогер. Я также делаю контент. И вот тут для меня вылезла одна из ключевых проблем линукса. Количество качественного софта, адаптированного под линукс, ничтожно мало. Всякие монтажные программы, типа филморы или продуктов компании Adobe, это все проприетарный софт, работающий только на винде и линукс аналогов ему просто нет. Для меня это стало главной проблемой, из-за которой я снова вернулся на винду. Но стоит сказать, что на моем ноуте все еще стоит линукс Горуда Гном, потому что для меня он банально удобнее, тратит меньше зарядки и визуально мне очень нравится. Но если когда-нибудь мне понадобится работать с записью и монтировать ролики, то я спокойно снесу линукс и поставлю винду. Что только если вы программист и готовы мириться с тем, что некоторые игры и программы просто не будут работать. Для обычных же пользователей линукс не готов. Куча багов, лагов, нестабильности быстро отобьют желание продолжать им пользоваться и ты все равно рано или поздно вернешься на винду. Если ты собрал себе комп чисто для программирования и не планируешь играть в нем в игры, то все здорово, ставь линукс и не парься. Если же ты занимаешься видеомонтажом или любишь покатать в танке, то на данный момент Windows будет лучшим из возможных решений. В будущем, я уверен, линукс превзойдет Windows, потому что его потенциал просто космический. Пока же имеем, что имеем. Спасибо за просмотр, ставь лайк. Пока.